Приветствую на нашей комментарий позиции олимпийского чемпиона Лили Хаммера и ныне тренера Николь Гасвияни Алексея Урманова. Ну, наверное, сначала несколько слов о выступлении вашей подопечной. Как вы, довольны? Добрый вечер. Спасибо большое. Я очень доволен и считаю, что дебют моей подопечной Николь Гасвияни состоялся и состоялся очень достойно на хорошем уровне. И спасибо всем болельщикам, спасибо всем. Вот я вчера еще отмечал, что мы увидели отнюдь не робкую дебютантку, а фигуристку, которая, казалось бы, уже много лет выступает на таком уровне. И сегодня она это подтвердила. Да, я могу сказать, что Николь очень растет и растет очень быстро. И поэтому мне очень приятно, что в такой борьбе и на таком чемпионате, как чемпионат Европы, она справилась и выступила очень-очень хорошо. Ну, у нас на льду Елизавета Токтамышева, она занимает четвертое место после короткой программы. И мы уже не первый раз в этом сезоне видим очень черное в ее исполнении. Давайте посмотрим. Хорошее начало. Тройной луц, тройной тулуп. Тройной луц, тройной тулуп. Тройной луц, тройной тулуп. Тройной луц, тройной тулуп. Двойная луц с тройной тулуп. Он прекрасно исполнил, а уже во второй половине программы. Молодец. Риттергертрейнер. Умница. Мы аплодируем с Алексеем вместе со всеми зрителями, со всеми трибунами. Встали зрители. Ну что скажете, Алексей? Я хочу сказать, что мы уже видим на нашем мониторе оценки за элементы. И за исключением тройного флипа все элементы выполнены на очень приличный плюс. Поэтому я так думаю, что сейчас будут очень хорошие оценки. И мы вправе рассчитывать... вернее, Елизавета Токтамышева, естественно, будет сейчас рассчитывать на медаль. Посмотрим в дальнейшем, какого достоинства. Ну, можно вспомнить этап гран-при в Париже, когда она, ну, не совсем удачно выполнив короткую программу, затем с блеском исполнила вот эту самую программу на музыку «Очи черные», и что позволило ей выйти в финал гран-при. Но сейчас она, по-моему, даже превзошла то, что мы видели в Париже. И по настрою такому, да, и в техническом плане. Вы знаете, я в отличие, может быть, от... ну, вернее, в отличие от телезрителей, естественно, я еще вижу закулисную сторону всей истории, которая происходит здесь на чемпионате. И, естественно, наблюдал все тренировки. Могу сказать, что Лиза не в самой хорошей, на мой взгляд, была спортивной форме. И это есть дополнительный бонус для нее, что она справилась и с эмоциями, и с нервами, и с той кондицией физического состояния, в которой она была. Были достаточно много срывов было в тренировках, но она просто молочинка. Просто молочинка. Да, великолепное выступление. И сейчас вы увидите баллы, которые она получит. Это просто фантастическая оценка. Ну вот для сравнения, чтобы было понятно, та же Каролина Костнер имеет личный результат в активе, личный рекорд. 128,94 балла. А сейчас вы увидите оценку Елизаветы. Аплодируют и тренеры Светлана Веретенникова и Алексей Мишин. Все замерли, и вы сейчас увидите что-то невероятное. 131,67 балла. Вот как можно эту сумму отценить?